В этом ролике я покажу 5 необычных трюков с электричеством, которые облегчат вам жизнь. Итак, поехали! Пятое место! Как быстро расплавить металл? Для этого потребуется автомобильный аккумулятор и два толстых провода, которые нужно подсоединить от аккумулятора к изделию для плавки. Аккумулятор отдаст достаточно большой ток и металл расплавится. Мне потребовалось 10 секунд, чтобы расплавить дужку у этого замка. Это работает, так как для плавки металлов важна большая сила тока, а не напряжение. Автоаккумулятор, имея напряжение всего 12 вольт, способен отдать ток силой в 1000 ампер, хотя производители обычно пишут 700 ампер. Вау! Таким методом можно расплавить почти любой виталлический предмет. Четвертое место! Электросварка из автоаккумуляторов. Если два аккумулятора соединить последовательно, то получится сварочный аппарат на постоянном токе. Для того, чтобы приварить металл, нужно подключать минус на электрод. А для того, чтобы разрезать, плюс. На удивление, такая сварка безопасна для аккумуляторов и потребляет ток меньше стартера. Так можно даже разрезать металл. Но есть одна хитрость. Важно правильно подобрать толщину и длину проводов, так как от них зависит сварочный ток. Нельзя использовать провода большого сечения, чтобы не повредить аккумуляторы, если электрод залипнет. И третье место! Электрогенератор дыма. Если взять электролитический конденсатор и подсоединить его к розетке 220 вольт, то получится мощная дымовая шашка. Таким дымом можно быстро вытравить мух, комаров и других насекомых. Комаров не будет! Или разыграть друга, если вкрутить такой конденсатор вместо лампочки в подъезде. Достать такой конденсатор можно из старой электроники. Или купить в магазине радиотоваров. Стоит он недорого. Убедись, что на конденсаторе есть резиновая заглушка или надрезы для выхода дыма. Иначе его разорвет на мелкие кусочки мощным напором дыма. Второе место! Как добыть червей электричеством. Этот лайфхак будет полезен рыбакам. Оказывается, если в землю воткнуть штырь и подать на него напряжение из розетки, то послышится шорох. И из-под земли полезут черви. Добыть червей можно прямо на рыбалке, используя в качестве источника электричества автомобильный инвертор или электрошокер. Преимущество метода в том, что вылазят самые большие и шустрые черви, которых не добудешь, просто выкапывая из земли. Всего за минуту можно добыть достаточно большое количество червей, при этом даже не вымазавшись в земле. Бывает так, что на рыбалке нужно развести огонь, а ты вспоминаешь, что забыл в спичке. Но ничего, в этом нам поможет следующий лайфхак. И первое место. Добыча огня телефоном. Нужно взять фольгированную бумажку, которыми замусорена природа, и оторвать тонкую и длинную полоску. В конце этой полоски нужно присоединить к батарее от телефона, смартфона или другого устройства. Ток, протекая через фольгу, вызовет нагрев, и бумажный слой загорится. Если у тебя не получилось с первого раза, попробуй оторвать еще тоньше и длиннее полоску. И убедись, что ты подключил концы именно к крайним выводам батарейки, там где написано плюс и минус. И это не все. Смотри продолжение на моем канале. Ставим лайки, подписываемся и не забудь поделиться этим роликом с друзьями ВКонтакте. Субтитры сделал DimaTorzok